Московский патриархат отозвал с Крита своего представителя, который участвовал в подготовке Всеправославного собора. Но днём пришло сообщение, что в соборе отказалась участвовать и грузинская поместная церковь. Точно так же ранее поступили ещё три поместных церкви – болгарская, антиохийская и сербская. Почему встреча, которую готовили более полувека, в последний момент оказалась под вопросом, пыталась понять Зинаида Курбатова. Чудотворная икона Богородицы достойно есть привезена специально в Болгарское поморье. Здесь в эти дни проходит 13-й международный фестиваль православной музыки. Святыни с разрешения Святого Синода и благословение Святого Патриарха Болгарского Неофита выставлено для поклонения. Когда исполняешь духовные песни, то даже мурашки по коже, вот это вот чувство состояния благодати. Нам очень приятно сказать о том, что мы вместе с Дубной, Наукоградом, вместе с Обнинском, Наукоградом, здесь присутствуем и участвуем в этом концерте. В фестивале участвуют представители всего православного мира – коллективы из Болгарии, Румынии, России, Украины, Молдовы, Кипра, из тех стран, где православная церковь главенствующая, и стран и краёв преимущественно католических. Все участники – православные христиане без политики, без какой бы то ни было состязательности за символические награды, 13-й год собираются на фестиваль в этом городе. Фестивали церковные и гражданские. В организации нам помогает мэрия Помория. Пока в Болгарском Помории православные объединяются, исполняя духовную музыку, православные епископы и патриархи не встретились на предсоборном совещании. Когда Болгарская православная церковь 1 июня отказалась участвовать во Всеправославном соборе, такое совещание предложила провести Русская православная церковь. Для того, чтобы обсудить некоторые вопросы, снять напряженность и в конце концов провести Всеправославный собор. Историческое событие, которого ждали несколько веков, которому готовились 55 лет под угрозой срыва. К сожалению, на наше предложение абсолютно реалистичное, совершенно четко позволявшее эти проблемы решить, мы не получили прямого ответа. А тот ответ, который был дан, демонстрирует совершенно иное понимание Константинополем сложившейся ситуации. Никаких проблем нет, приезжайте и будем заседать. Отказались от участия Болгарской за ней Антиохийской сербской церкви. Они выразили несогласие с тем, как составлены некоторые документы. По регламенту их нельзя исправлять, только подписывать. В свое время был очерчен круг в 100 тем, за тем их число уменьшилось до 6. Эти важные вопросы должны обсуждаться на Всеправославном соборе. Но за 55 лет многое изменилось. Сейчас один из важнейших вопросов – это гонение на христиан. Вы видите кадры хроники. Боевики ИГИЛ уничтожили древнейший монастырь Ильи Пророка в Ираке. Это январь 2016-го. А сколько таких святынь разграблено? И не говорить об этом нельзя. Та тема, которая сегодня постоянно звучит, это тема гонения на христиан. Ее нет в документах. Она, правда, предполагается, что она может звучать в соборном послании, которое по итогам собора должно быть сделано. Но в документах их нет. А есть, например, из один из шести документов – документ о посте в православной церкви. Но у нас нет проблем с постом. Келейной ничего не делается. О темах, участниках, все православного собора можно было прочитать в интернете. Не секрет, что дело не только в составленных документах. Патриарх Константинопольский в Арфоломе тяготеет к папизму, то есть хочет главенствовать в православном мире, подобно папе римскому у католиков. Сейчас уже не осталось времени для обсуждения вопросов перед собором. Если он состоится в намеченные дни, без участия представителей трех церквей, то уже ясно будет иметь другой статус. На следующей неделе Синод Московского Патриархата обсудит проблемы, возникшие вокруг вопроса о проведении Всеправославного собора и примет свое решение. Зинаида Курбатова, Андрей Климов, Вести.